Этот дом на улице Московской имеет давнюю историю. В этом году ему исполняется 95 лет. Естественно, такая старость не радость для тех, кто живет в нем. Посмотрите, потолок у нас какой рушится. Потолок обрушился, чуть не убил ребенка. Если что-то случится, не дай бог, кто будет отвечать за это, администрацию никого не интересует. Кому только не обращались. Печка вообще тоже осыпается. Здесь все течет, там крыша протекает. Здесь вот боимся, что вот-вот наглого рухнет, а здесь у нас труба. Печка отапливает улицу, в доме холодно, сами видите как. Здесь течет то же самое, где труба. Вода, видите, мокрый даже угол. И все сюда капало, и рухнула эта печка. Потом стены разошлись, это после начала ремонта внизу, вернее не ремонта, а перепланировки внизу. Это строймашем под магазин. Дом наш аварийный. Потолок вообще здесь сыпется, со всех сторон сыпется. И балка, где которая, она уже, наверное, треснула, она уже вот просела. Вы видите, потолок, он под углом. А в этом доме живут и маленькие дети. Подарк к Новому году чуть не лишил их жизни. Обвалился потолок. Вот только здесь злую шутку сыграла не только веткость дома, а кое-что другое. Перед Новым годом жизнь стала совсем невыносимой. Почему? Потому что организация, которая выкупила на первом этаже площадь под магазин, начала производить в этом доме, в аварийном памятнике архитектуры, производить работу по перепланировке с нарушением конструкции, значит, стен несущих. На первом этаже сейчас размещается магазин. Перепланировку в аварийном доме заморозили. Организации выписали предписание. Но такие действия серьезно пошатнули жизнеустойчивость этого дома. А он признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2008 году. Единственную семью должны были расселить. Вот только несколькими годами ранее он получил статус объекта культурного наследия. А значит, никакого сноса и переселения. Тут-то чиновники и пересмотрели свое заключение. Дом подлежит реконструкции. Значит, жить в нем можно. Я даже не за себя волнуюсь, и не за детей, дети выросли. Внуков жалко. Но после тонны записок хозяйки дома, после пролитых слез в администрации, чиновники вроде бы и сжалились над семьей. Предложили другую квартиру. Не новую, да и неравнозначную по площади. То есть вместо 29 квадратов только 26. Такую подачку, иначе как оскорбление, жильцы дома воспринять не могли. Указанный многоквартирный дом аварийным был признан еще в 2008 году. Однако до 2011 года администрации города должных мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не принималось. Только в конце 2011 года было предложено гражданам предложение переселения в другое благоустроенное жилье. И при этом были нарушены права граждан, так как предлагаемое жилое помещение не было равнозначным по площади занимаемому, а также по количеству комнат. В связи с этими нарушениями куратурой было внесено представление. Здесь прожила всю жизнь моя мама, выросла двух дочерей, в таких вот условиях. Когда она умирала, ей было 83 года, она участник войны. Она говорила, Люда говорит, я умираю, у меня не получилось получить хотя бы квартиру в какой-то маломальске человеческое условие человеческие. Может быть ты получишь. Уже я 50 лет живу здесь, и никто не может помочь. Единственный шанс получить новое жилье, дождаться принятия депутатами новой муниципальной программы переселения из жилья, подлежащему сносу или реконструкции. Вот только когда это случится, неизвестно. Не обернется ли ожидание этого трагедии? Алина Чабана, Денис Еременко. Для программы Оперативный эфир.